Привет, друзья, и вам, дорогие, тоже огромный привет. Я в Москве, и просто нереальный, сразу хочу пожаловаться, нереальный дубак в квартире. Просто я второй день уже в Москве, и я прям просто замерзаю. Я сегодня утром проснулся от того, что просто холодно, у меня заложило нос. Я включил тепловентилятор, ну такое у меня, конечно, не старое, а он какой-то, ну... То есть там нет переключения, просто включаешь, типа дует. Ну так, знаете, особо не тепло. Пришел с магазина, то есть в магазине мне безумно захотелось окрошки. Просто капец, как мне безумно захотелось окрошки. Покажу, что купил. Это, короче, у меня тут еще чашные сливы, так захотелось сливы, купил три слива себе. Вот, ну, я решил первый раз сделать окрошку. Могу сразу про цену рассказать, потому что я их помню, я как бы запоминаю сразу. 51 рубль яйца маленькие. 39 рублей укропчик. Ну, довольно-таки свеженький. Ну, собственно, все, что нужно нам на окрошку. Лучок. Вот такой вот большой. Ну, большой пучок, я прям, я думаю, что там даже останется. Хотя можно, наверное, весь покрошить, ничего страшного не будет. Лучок стоит тоже 30... Так, укроп 37, кажется, а он 39. Что-то у них там 2 рубля разница, что-то вот около этого. И я, короче, не удержался, да капец. Правда, сегодня я не... Я не знаю, какое сегодня число, но до 25-го торт. Я что-то посмотрел на него. Полцены. Я посмотрел состав. Ну, здесь состав заклеен. Я посмотрел, который рядом стоит, на котором там до 26-го. Или до 28-го, что-то такое. Вот, там нет никаких вот этих, знаете, ешек, херешек. Ну, то есть, вот этой всякой хрени, то есть, нету. То есть, ну, прямо вот реально все такое вот самое-самое. Сливки, всякие закваска, молочная какая-то, молочнокислая, что. Яйца куриные, ананас в сиропе. То есть, ну, там совершенно вообще вот в этом тортике, в небольшом. Насколько мне его хватит, не знаю. Да, может, я его за вечер и съем. Ничего вообще такого нету. Плохого, я бы сказал. Не содержит ГМО и что-то там, как бы. Ну, короче, я прям не удержался. Я всегда беру, когда хожу в перекресток, я всегда беру какую-нибудь такую вот всячину, типа. Ну, вот сейчас взял улитку греческую с мясом. Такое, перекусить, пока я что-то готовлю, если у меня чего-то такого нет. Из перекуса. А у меня в холодильнике вообще пусто. У меня в холодильнике вообще голяк. Остатки пива какие-то, я не знаю, что они у меня стоят. Это, кстати, вообще, наверное, уже срок годности закончился. Я даже не помню, что это. А, икра. Икра трески. Хотя нет, это же консерва. Десятого октября она сделана. Ладно, потом посмотрю. А вот, это тоже осталось. Ну, хотя это уже сколько? Неделю, наверное, открытая. Ну, не прокисшая, ладно. Мёд я добавляю. Ну, холодильник, конечно, грязный. Нужно его подмыть, там, пропромыть. Это мёд я добавляю в кашку утром. Это я вчера покупал. Тоже по акции, кстати, очень-очень вкусная. Сметана из топлёнок сливок. Она такая, типа, коричневатая. Там у меня бежит, кстати, холодильник. Ну, яблочки. А вот это, короче, апельсины уже. Ну, хотя они нормальные. Тоже уже, наверное, полгода у меня что-то лежат. Я всё время покупаю-покупаю. Кладу сюда, вот в эту сторону. И потом беру отсюда. Нужно брать всё-таки отсюда. Это грейпфрут. Что-то он какой-то уже поймёт. Я как-то не снимаю. Вот. Это тоже кефир нужно уже выбросить. Не знаю, жалко я его на какие-нибудь оладьи, что ли, оставлю. Тамат баста, собственно. И это тоже, наверное, нужно бы всё поприлипало. Фу. Это какие-то... К пиву я покупал, какие-то палочки, что-то такое. Это тоже как-то я болел у меня после этих антибиотиков. Бифидобактерин, кстати, очень хорошая штука. Не очень дорого стоит. Вместо линокса и прочей всякой хрени. Ну, панкреатит, я думаю, у каждого есть в холодильнике. Собственно, вот здесь вот это всё. А что у меня в морозилке? Здесь пусто. Здесь у меня остатки хинкали, сухофрукты. И вот это тоже, кстати, уже давно. Но я думаю, что ничего не будет. Я даже не помню, что это такое. А, чёрная смородина. Ну, какие-нибудь компотики варят или ещё что-нибудь такое. Вот, ещё у меня есть, ну, на балконе хранится, потому что холодно. Вот я вчера вечером тушил картошку. Очень-очень вкусно, просто нереально. Вот такая вкуснота. Да что-то я не знаю, пустой холодильник, а я храню здесь. Здесь потому что даже реально как-то холоднее. Продолжим. Девочки, продолжим. Девочки, мои хорошие, мои милые, мои любимые. Вот. Взял свежий кефирчик. Я что-то как-то вот привык всё по акции смотреть. Раз, смотрю какие-то дорогие продукты, которые, ну, реально были намного дороже, чем дешёвка. Кстати, взял перекрёстки. Блин, или в пятёрочке я брал. Пятёрочки. Ихний местный творог. Вроде там всё нормально, никаких там этих нету. Хрени там искусственной. Но это такое говнище. Я его даже глоток не смогу сделать. А вот простоквашину мне нравится. Сарафаном очень вкусная сметана. Плюс она была по акции. И я её взял. Потому что я буду готовить окрошку. У меня очень захотелось окрошки, я уже сказал. И я хочу её первый раз приготовить. Ну, кстати, в каждом, как сказать, в каждой станице, в каждом районе, в каждой области делают по-разному в России окрошку. У нас всегда в Сибири делали на квасе. Я в жизни не знал, что можно делать с кефиром, с минералкой, с водкой, с пивом, с самогонкой. Ну, я шучу, конечно. Но реально не знал. И в Геленджике, когда я был, мне безумно понравилось на кефире с сметаной. Просто капец. Ну, обычная варёная колбаса. Сейчас, знаете, у всех жопа с деньгами. Поэтому я реально выбирал всё, что подешевле, всё, что по акции. Сейчас я начал всё говорить. Этот кефир стоит 60 рублей. Сметана по 41 рублю. Это 173 рубля. Ну, самое дешёвое было. Вот. И взял, конечно, такие вот огурчики. Сказать, что это? Знаю, наших какой-то. Вот. По одному огурцу по 29 рублей была акция. Ну, я на самом деле были дешевле. Там такие маленькие огурчики. Они, на самом деле, были намного дешевле. Раза в два. Но они просто вот так вот трогаешь. И полная жизнь. Вот. Взял 14 огурчиков. Я хожу вот с такой вот бумочкой. Магазин. Я давно решил не брать, не покупать каждый раз пакеты. Потому что, во-первых, это для природы очень плохо. А во-вторых, зачем нужно шерестить этими пакетами. Для мусора у меня пакетов накопилось, я же знаю, сколько за несколько лет. И я хожу с такой удобной сумочкой. А, это из Акитории. Да, что-то, короче, там привозили какие-то суши. А что-то такое мы заказывали. Вот. Поэтому будем готовить окрошку. Но пока я с вами болтал... Но пока я с вами болтал, мне пришла другая мысль. Я, наверное, съем вот эту вот улитку с мясом. Съем чуть-чуть этого тортика. Потому что время, оно уже вечернее. И думаю, что сегодня я не буду готовить окрошку. А я приготовлю... Я приготовлю ее завтра утром. Не, ну реально. Сейчас заморачиваться. А эти... Подумал, это нужно сварить яйца, это нужно сварить картошку. Все это нарезать. А я, кстати, никогда не делаю, сразу не заливая. Когда готовлю. Я сразу не заливаю. Не кефиром. На кефире я еще ни разу никогда. Я завтра реально приготовлю. Попробую все это записать, если не забуду. Насколько это вкусно получится. Потому что я всегда ел в геленджике, в столовках. Мне безумно понравилось. Намного лучше, чем на классе. Сейчас на улице дубак. Сегодня вообще мне скинул МЧС. Что до минус пяти будет в Москве. Это просто капец. Конец мая. Люди уже в трусах должны ходить. Бегать, не знаю, там. По пляжам. Я не знаю, что такое с погодой творится. Вроде на следующей неделе чуть-чуть там какое-то потепление, но все равно оно не сильное. Но это капец. Я не знаю, что такое. Поэтому окрошка на классе это, конечно, офигенско, классно, когда... Когда жарко. Когда реально прям жарко, жарко, жарко. А на кефире как бы, ну... Это такое даже. Ну, не знаю, для меня это не окрошка. Для меня это что-то такое. Какого-то... Типа какого-то такого салата, что ли. Жиженного. С жиженного салата. Не знаю, завтра приготовлю, посмотрите. Ну, по идее, как бы все одно и то же. Ну, вдруг кто-то не умеет готовить вообще окрошку. Для них я и приготовлю, и выложу. Видимо. Давно я ничего такого не готовил. Артем-то на даче постоянно что-то готовит. Ну, сейчас пока карантин, я говорю, я... Чуть-чуть сюда приезжаю, посмотрю, что как бы все нормально. Делах какие поделаю. И сразу уезжаю туда. Там хоть как-то реально, хоть можно прогуляться, все что-то. Здесь вот сейчас вышел передо мной полицаи. Остановили какую-то женщину. Я так раз и мимо прошел. Вроде у нее там маска, все. Но какие-то вот эти документы, что-то у нее там произвели. Лучше лишний раз не связываться. Поэтому я лучше пересужу. Очень надеюсь, что скоро... Карантин снимут. Надеюсь, что скоро все пойдет на удаление, на уменьшение. Но это, конечно, бесит. И вообще наши... Блядь, ладно, не хочу говорить. Просто всех, ладно, обнимаю. Целуем. Пойду я есть свою улитку с мясом. И вкусный торт Панч.